Центр Абая при Бакинском государственном университете действует с 2011 года. Он был создан по инициативе посольства Казахстана, Бакинского государственного университета и Евразийского университета имени Гумилёва. Открытие состоялось в мае 2011 года. На открытие приехали очень известные ученые в области литературы, истории Казахстана и тюркских стран. На открытие также приехал ректор Евразийского университета. И вот уже с 2011 года наш Центр действует при Бакинском государственном университете. За это время была проделана огромная работа, на мой взгляд, учитывая те ограниченные возможности, которые есть у нашего Центра. Наверное, самый главный труд Центра — это книга Абая. Здесь собраны все переводы на азербайджанский язык произведения Абая. В разное время Абай переводился в Азербайджане, переводились его стихи, были переведены все три его поэмы, даже незаконченные его поэмы Абазимик. Все эти произведения были переведены на азербайджанский язык, но самой большой проблемой было то, что не были переведены «Карасюзбеж», «Слова назидания». Мы считаем, что это как бы «Слова назидания» — это послание Абая будущему поколению. И мы все знаем, что Абай — не только казахский поэт. Мы его не воспринимаем чисто казахского поэта, мы воспринимаем его как тюркского поэта. Потому что у Абая есть такие слова «не будь сыном своего народа, будь сыном человечества». Человек, когда переходит эти масштабы, когда он думает только о себе или о своем народе и не думает о всей Вселенной, там масштаб человека не столь гениальный. А если человек думает более масштабно, значит, он уже перерос все стихи и стал писателем, поэтом мирового значения. А вот именно самые главные слова Абая — что нужно быть сыном человечества. И он был действительно сыном человечества, поэтому мы его воспринимаем как собственного поэта, тоже тюркского поэта. И вот как раз в 2017 году вышла эта книга, где также мы перевели «Слова назидания» на азербайджанский язык. И создали такой сборник, в этом сборнике все произведения, которые на сегодняшний день переведены на азербайджанский язык. Ну, раз мы заговорили об этой книге, коротко хочу сказать, что есть также одна проблема, о которой мы часто говорим. Дело в том, что у нас нет переводчиков хороших, которые бы сразу с казахского переводили на азербайджанский, потому что и казахский, и азербайджанский язык — это тюркские языки, естественно, стихосложение, как и азербайджанский язык, так же казахский — это силабическое стихосложение и так далее. И многие переводчики, конечно же, пользуются русским языком. Но вот как раз-таки хочу сказать, что когда мы переводили «Слова назидания», мы, конечно, пользовались и русской версией, но в основном опирались на казахскую версию. Здесь, значит, мы просили помощь, и было очень сложно переводить. Наш переводчик очень долго занимался этим трудом, потому что не владея фактически казахским языком на очень хорошем уровне, ему удалось сделать такой хороший перевод на азербайджанский язык. Далее из переводов у нас был переведен «Казжибек». «Казжибек» здесь наш переводчик уже сразу переводил с казахского на азербайджанский язык. И эта книга интересна тем, что, значит, вот с одной стороны идет текст на казахском, дальше и сразу рядом же этот же текст на азербайджанском языке. И поэтому, когда многие наши ученики или кто-либо берет эту книгу в руки и читает, удивляются тому, насколько много общих слов в двух языках, да, и видят, насколько языки похожи, насколько похожи стихосложения и так далее. Также у нас был переведен «Казжибек» и «Казжибек» на азербайджанский язык. Поэтому сейчас как бы два основных фольклорных образца казахского фольклора, это «Казжибек» и «Казжибек» и «Казжибек» также переведены на азербайджанский язык. Также к юбилею Макжана Жумабаева у нас были переведены стихи. И Макжана Жумабаева. У жизни и творчества Макжана Жумабаева вышла книга, в которой также говорится и о его жизни, и о его творчестве, и о репрессиях и так далее. У нас есть книги исследовательские, «Абай» и «Азербайджан». Это наша боеведа Фируза Панамагаева, это ее книга. Здесь она говорит о связях литературных азербайджана, казахских литературных связях, и также говорит о влиянии Абая на культуру, на литературу азербайджана. Заведующий кафедрицеркологии Рами Заскер также занимается у нас казахской литературой и творчеством многих казахских писателей. Это вот как раз-таки перевод Макжана Жумабаева, перевод Казыжебек, это автор перевода Рами Заскер. У нас на факультете филологии, на факультете журналистики и на многих других гуманитарных факультетах преподается казахская литература в рамках курса литературы тюркских народов. Мы изучаем, наши детки изучают особенно на филологии, начиная от фольклора, от творчества жиралов, от кырнов и так далее, и по современный период изучают творчество казахских писателей и поэтов. Также у нас есть на факультете истории, есть кафедра истории тюркских народов. Вот на этом факультете дети изучают историю Казахстана. На многих других тоже гуманитарных факультетах изучается и история, и культура Казахстана. Что касается нашего центра, наша работа такая, ежедневная, скажем, наша работа, это предоставление информации, это информационная работа. К нам часто обращаются магистранты, аспиранты. Вообще и история Казахстана, и культура Казахстана, и литература Казахстана вызывают особый интерес у азербайджанского народа, потому что здесь есть понимание того, что наши корни именно там.